Люберецкие участники клуба «Активное долголетие» попробовали свои силы в выполнении нормативов комплекса ГТО. Результат себя оправдал. На стадионе «Торпеды» побывали и мы. На старт! Внимание! Марш! Пошли! Кандинавская ходьба в Люберцах набирает популярность. Заслуженный учитель Российской Федерации Валентина Завьялова со спортом на «ты» с юных лет. В клуб «Активное долголетие» первый директор кадетской школы пришла полгода назад. Две причины. Первая. Я ушла с работы и не могу жить вне коллектива. У меня здесь коллектив. У меня здесь появились друзья новые. Второе. Иначе я обленюсь. А здесь есть слово «надо». Ходьба с палками на дистанцию 3 километра, наклоны вперед и подъем туловища из положения лежа на спине. Ирина Прокофьева по образованию архитектор. А спорт – ее образ жизни. Профессионально я никаким не занималась. А так и я на коньках катаюсь, на горных лыжах катаюсь, на беговых лыжах катаюсь, плавать люблю. Иногда я смотрю, как выходят из автобуса. Еле-еле. Я сразу разгибаюсь. Я так никогда не буду выходить. Нужно заниматься спортом. Программу физкультурной подготовки «Готов к труду и обороне» 79-летняя Марина Шелякина помнит с конца 50-х. Сегодня участвует с не меньшим азартом. Представляете, под конец жизни ты получаешь значок ГТО. Это же здорово. Самое главное – здоровье. Они сильны духом, они сильны физически. Подать заявку они могут через клуб активного долголетия, либо напрямую в центр. Мы для них организуем в любое удобное для всех время прием норм ГТО. Участники клуба присоединились к выполнению нормативов комплекса ГТО в сентябре прошлого года. Около 10-ти люберецких долголетов уже стали обладателями золотых и серебряных значков. Всем поздравляем! Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.